Из этой области все значения, ну, то есть до конца серой ячейки надо в серой области дойти, чтобы ничего не пропустить, скопировать и, собственно говоря, вставить как значение, вставить как значение, именно как значение, вот сюда куда-нибудь, неважно куда. Дальше надо выделить все полученные эффекты, удалить дубрикаты, тогда останутся уникальные эффекты, их следует ставить в синтекс General Log Linear. Я рекомендую сначала запустить General Log Linear, нажать Paste и после этого скорректировать синтекс. Здесь я оставляю в строке Print только Estimates, соответственно, в кнопках это было бы... Вот так, галочку Estimates, все остальные галочки выбираю, чтобы машина быстрее работала. А также у меня модель ненасыщенная, то есть есть строка Design и после как раз слова Design я вставляю из Excel все сгенерированные многомерные эффекты. И надо не забыть поставить точку после последнего эффекта. Кроме того, я ставлю побольше итераций, ну 999 должно хватить. Запускаю и, собственно говоря, жду. В моем случае, поскольку достаточно обширные данные в базе, 54 тысячи с лишним человек, поскольку 8 переменных, а Log Linear анализ ограничен 10 переменными, но в данном случае 8 переменных, пусть и дикатомических в основном, плюс большой объем выборки, привело к тому, что, крайней мере, моему компьютеру не хватает памяти для обработки этого задания. Поэтому машина сразу пишет, что insufficient memory. Что делать в этой ситуации? Несколько вариантов. Первый вариант, самый очевидный, это упростить задачу. То есть вместо 8 переменных рассматривать меньшее число переменных. Уменьшить число градаций в переменной country. То есть, например, не все страны рассматривают...